Добрый день, добрый вечер. У кого-то может быть утро даже доброе. Поставьте, пожалуйста, плюсики, девочки, в чате. Если меня слышно, по традиции, проверим связь и будем начинать. Замечательно. Вижу, плюсики пошли, значит, все слышно, все хорошо. Ну, сегодня у нас очень интересный вечер предстоит. Сегодня с нами будет Шмелева Татьяна. Татьяна – профессиональный дизайнер, модельер, арт-директор шоколадной фабрики, шоколадный кутюрье. Татьяна создала более ста мастер-классов по куклам и игрушкам из фоамирана. Каждая работа отличается индивидуальностью образа, авторскими находками. Татьяна создает шедевры из фоамирана, которые кажутся невозможными. И она всегда придумывает такие варианты, что сложная работа становится доступной даже новичку. Когда смотришь, не перестаешь восхищаться этому искусству. Из мастер-классов Татьяны всегда можно узнать что-то новое, особое и авторские секреты. И сегодня у нас будет мастер-класс «Лошадка-каталка. Фом-арт». Как делать арт из фома, как работать с фомом и как окрашивать фом. Сегодня на мастер-классе мы научимся делать лошадку-каталку. Сейчас я передаю слово Татьяне. Смотреть и учиться новым шедеврам. Татьяна. Да, Рима, спасибо. Я включилась. Здравствуйте, девочки. Очень приятно. Спасибо всем, кто написал в чате. Ольга пишет, с каким фоамираном будем делать лошадку? У меня только выкройка, где лошадка в профиле. Списка материалов нет. Ну, список материалов давали либо в личном кабинете, либо в письме. По идее, я сегодня буду использовать двухмиллиметровый фом. У меня его просто много еще, залежи, с тех пор, когда я только начинала работать с фомом. С двухмиллиметровым работать гораздо легче, я всегда об этом говорю. Но из него можно делать только такие простенькие вещички, очень хорошие для разных аксессуаров, сумочки делать какие-нибудь, туфельки куколкам, ну и прочее для таких мелочей. А если делать кукол из него, то, конечно, двухмиллиметровый, он потолще, он погрубее. Поэтому получаются более жесткие формы, как это еще назвать, потому что из тоненького, естественно, можно делать более изящные вещички. И больше их можно изгибать, более фигурными делать детали. Из толстого так не получится. Зато толстым очень хорошо обтягивать. И толстый прекрасно скрывает все неровности на поверхности каркаса, который мы делаем. Я теперь часто делаю каркасы и для лиц кукол, и для разных фигур. И сегодня на лошадку мы, прежде чем сделать ее, разумеется, сделаем сначала каркас. Ну, будем делать из того, что обычно есть под рукой, никаких специфических материалов. Я не покупаю, я люблю делать только из каких-то таких бросовых материалов, достаточно того, что фом мы покупаем. Хотя, конечно, в последнее время он стал достаточно дешевым и дешевле, на мой взгляд, делать что-то из фома, чем те же вещички для скраббукинга покупать. Я когда-то девчонкам своим покупала и бумагу, и разные цветочки, и все остальное. Ну, это довольно недешево. А из фома все это сделать получается намного выгоднее. И опять же, получаем огромное удовольствие от процесса, потому что делать все всякие вещички своими руками намного интереснее. И потом, когда эта работа уже есть, лучше, когда она сделана своими руками, чем когда она купленная, конечно, она больше приносит удовольствие. Ну, не все могут вообще просто рукотворить и что-нибудь делать своими руками. Поэтому нужны такие, как мы с вами, рукодельницы, которые должны приносить радость тем людям, которые этого делать не умеют. Ну, а на таких бесплатных маленьких мастер-классах мы с вами будем делать разные маленькие сувенирчики и маленькие подарки. И вот сегодня мы сделаем лошадку, которую я буду делать для своего сынули. Для мальчишек подарков практически нет. Очень редко тоже делаю. Делала уже как-то паровозик, машинку все собираю, все пока никак. Ну, хотя бы вот сегодня сделаем лошадку и лошадку-каталку, чтобы покатать могли. Вообще направление интересное для мальчиков, именно если что-то делать. Пока еще никем не занятое, так что можно еще в этом направлении двигаться. Мне бы хотелось, но некогда. Ну что же, давайте тогда прямо сейчас перейдем к самому мастер-классу. Не буду долго распространяться, потому что у нас с вами время ограничено. Я пока переключаю комментарии. И начала говорить и не сказала, что работать можно с такими простенькими вещами, которые, как сегодня мы будем делать. На самом деле можно из любого фома это делать. Я сейчас немножко камеру подстрою, чтобы поближе было. Поэтому даже если он будет миллиметровый, двухмиллиметровый, абсолютно без разницы. Отличие только в том, что в миллиметровом более реалистичные какие-то тонкие вещи можно делать. Вот. Лошадки здесь, на мой взгляд, совершенно не принципиально. Поэтому будем делать из любого. Я вам дала выкройку, в которой есть две лошадки. Побольше, поменьше. Любую из них можно взять. Ну, я начну с той, которая побольше, для того, чтобы как раз вам какие-то элементы поближе показывать. Чем, если меньше лошадка, то, конечно, ее будет попроще обтягивать. Большими фигурками работать посложнее. Я вырезаю по внутреннему контуру. Вот специально я вам сделала выкройку, в которой есть пять миллиметров разницы между выкройками. Это на то, что мы будем еще сверху облеплять эту фигурку. И по внешним контурам такая лошадка должна в результате получиться. Я частенько замечаю, что, когда вы делаете свои работы, с выкройками работать умеют не все. Я стараюсь показывать схемы и более-менее подробно там все прописывать. И все время говорю о том, что нужно, когда делаете, прикладывать обязательно свою работу к выкройкам. Все выкройки у меня распечатываются на листе четвертого формата, и они идут один к одному. Каждая клеточка – это пять миллиметров. Поэтому, если вы распечатали выкройку, и она есть перед вами, вы всегда то, что сделали, можете приложить и посмотреть габариты. Конечно, объемная деталь выглядит уже не так. Но внешние контуры и габариты, где какие изгибы, вы все можете посмотреть. И вот две детали рядом прикладываете, свою и то, что на выкройке. И проверяете все по тем изгибам, которые есть. Если не сходится, то нужно исправлять. Иначе потом получается, что те же куклы, птицы, они с другими совершенно пропорциями, и что-то получается неверное. А есть достаточно сложные фигуры. Поэтому с выкройками нужно работать повнимательнее. Но сегодняшняя лошадка вообще абсолютно уникальный, на мой взгляд, продукт. Потому что здесь уже какие бы пропорции вы ни сделали, все будет прекрасно. Потому что, может быть, это лошадь с большой головой, может быть, наоборот, с огромными ногами. Делают совсем примитивных лошадей. Все равно это будет похоже, что это лошадь. Потому что все, что ее будет отличать от лошади, от других животных, это грива, хвост и седло еще на нее. И наденем, и будет абсолютно точно, что это лошадка. Ну, может быть, максимум верблюдик какой-нибудь получится. Вот. Это верблюдик с горбиком. Так что не перепутаешь. Так, ну что же. Нужно нам теперь вот этот каркас вырезать из плотного картона. Вот я сейчас залезла на балкон и отрезала от коробки боковинки. Как раз толстый картон. Чем толще он здесь будет, тем лучше. Нам сейчас нужно с вами сделать такой каркас по толщине. Какой мы хотели бы видеть лошадку в профиль. Да? Фас-анфас, профиль. Нет, не в профиль, а анфас. То есть, если смотреть на нее прямо. И, в принципе, здесь тоже этот корпус может быть совершенно разным по толщине. Может быть, совсем тонюсеньким и таких лошадок делать. Мы же понимаете, что делаем фантазийную сейчас лошадку, да? Совершенно она не имеет никакого практически отношения к настоящей. Настоящую мы будем делать позднее. И это абсолютно не два часа рабочего времени на нее понадобится. Вот. С этой работать проще и приятнее. Потому что можно хулиганить. Вообще, конечно, я очень люблю такие хулиганские вещички, когда особо не нужно задумываться о пропорциях. Даже об аккуратности можно так задумываться относительно, потому что тоже всегда можно чем-нибудь прикрыть и припрятать. Главное, те эмоции, которые потом получает клиент. Сегодня клиент у нас будет в виде малыша. А детям, на самом деле, то, что сделано вашими руками, многие из вас уже испытывали это. Что не дашь, даже если только еще начинаешь, и даже еще все, если такое кривенькое, косненькое, они радуются безумно. Детей порадовать очень легко. Поэтому сегодняшний мастер-класс, что бы ни получилось у нас с этой лошадью, ну, в принципе, лишь бы каталась. Я надеюсь, что все получится, конечно, по задуманному. Ну, все тоже будет зависеть от того, насколько сейчас приложите усилий, насколько реалистично будете вылепливать каркасик, потому что можно же на ней на самом деле все пролепить. И голову, все неровности, да, что у нее там задняя часть головы толще, чем внутренняя, и мордочка потолще, да, и грудь у нее есть, и животик у нее есть, и попа у нее есть. Все это разделяется, все это можно налеплять отдельно. Но сегодня мы будем делать более простой вариант. Вот, а так можно заморочиться и сделать совсем реалистичную практически каталку. Я вырезаю две фигурки как минимум, как раз для толщины, чтобы толстая была. У кого тонкий картон, и сейчас тоже буду говорить о том, как ее расширить. Картон может быть тонкий, но он должен быть жестким. Если вдруг картон мягкий, канцелярский, он точно не подойдет. Если нет картона от упаковок, найдите старую книжку. Я вот этот переплетный картон тоже очень люблю. Ну, его хорошо, конечно, использовать для таких вещичек. Единственное, его резать очень тяжело. Руки устают, конечно. Но он прям идеальный, потому что он жесткий и тонкий. Ну, а я обойдусь тем, что попроще, что проще режется. Но, конечно, зато этот картон более мягкий. Гостокартон, он сминается. Но если сделать несколько слоев и сложить их вместе, и тем более мы делаем каркас, который сильно потом жамкать никто не будет, наступать на него. Прям уж, наверное, никто не будет. Поэтому ничего с ним. Деформироваться не должен. По-хорошему можно и пять таких лошадок вырезать, и все это склеить друг на друга. В принципе, чем больше вы сейчас их вырежете, тем меньше нам понадобятся фольги, когда мы будем оборачивать ее. Ну, фольги или поролона, я писала, что еще и поролон можно использовать. Мы уже как-то с вами делали такие фигурки, когда полноту фигурки мы добавляли при помощи поролона. То же самое, что мы сейчас будем делать с фольгой, тоже можно будет сделать с поролоном. Просто поролон будет мягче, лошадка сама будет мягче, с фольгой будет пожестче. Но делать нужно из того, что есть. Чего у вас больше, из того и нужно делать. Так, смотрю на свою лошадку, что у меня сейчас. Так, ну, у меня сейчас толщина приблизительно полтора сантиметра, если я все это склею. Хочется, конечно, наверное, потолще. Для морды я хочу использовать шарик. Настоящий пенопластовый шарик. Посмотрите по фигурке. Ну, два с половиной, наверное, шарик на большой подойдет. И два сантиметра на маленькую, примерно, такие диаметры. Можно этот шарик сделать из фольги, а можно просто края оставить вот такими же, как идут у нас на картоне. Так, ну, здесь у меня сейчас просто стоит выбор, что сделать. Добавить еще картонку, чтобы потолще стало, или облеплять фольгой. Ну, сделали, наверное, еще одну картонку. Пусть будет пожестче. Каркасик. Потом-то мы еще фомом обтянем. Сломаться и помяться она точно уже не должна будет. Если делаете каркас из чего-нибудь другого, напишите, как вы делаете каркасы. Можно выпиливать их, конечно, из пеноплекса. В принципе, в большом учете, все равно, с чего каркас сделан. Потом мы его обсякиваем, лишь бы была фигурка для того, чтобы было что обтянуть. И подумать над тем, куда спрятать все швы. Потому что, конечно, 3D полностью мы обтянуть не сможем. Мы обтянуть можем только половинки, потому что дальше фом сильно не сжимается. До такой степени, чтобы совсем гладко обтянуть с трех сторон, фом так сильно, конечно, уже не сжимается. Сейчас еще появился какой-то жидкий фом. Ну, я думаю, что это что-то то же самое, что и жидкая резина. Кто-нибудь покупал уже жидкий фом? Пробовал? Думаю, что смысл тот же самый, поскольку фом это резина, то и там, скорее всего, это тоже резина. Я встречала только черную резину раньше. Это то, чем герметизируют разные швы. Есть наливная жидкая резина. Ее наливают, а потом она тоже такая вся тянется. Ну, раньше она была только черного цвета. Сейчас, видимо, появилась разноцветная. Ну, брать не буду, не брала, не пробовала. Но пока мне, честно говоря, так жалко тратить деньги. Пока еще не все идеи кончились из-за обыкновенного фома делать. Поэтому я даже еще и на зефирный так и особо не перешла. Да, вообще не перешла еще на него. Другие материалы, на мой взгляд, нужно использовать уже так, для расширения кругозора. Так, я отрезаю сейчас кончик носа, который хочу потом заменить на шарик. Посмотрю, какой больше подойдет, поменьше или побольше. Если шарика нет, то не отрезайте. Сейчас будем облегчать и будем облегчать все вместе. Так, фольга. Так, если у вас поролон, то можно просто такую же фигурку вырезать из поролона. И когда будете обтягивать, у вас как раз края немножко подожмутся у поролона. И он станет более-менее круглым. Идеально круглой такая заготовка, естественно, не будет, потому что вот они у нас углы. Можно углы немножко постесать, но все равно она будет такой, как деревянный кончик. Выпилен. Так, ну, можно чуть-чуть животик добавить. Все время хочется чего-нибудь улучшить. Пусть будет. Только, ну, конечно, беременная лошадка у нас не получилась. Так, чуть-чуть. Не перестараться, но животик покруглее стихать. Я вам черточку ставила на выкрой, когда докуда доходит животик. На всякий случай. Вот как раз на такой случай, если все-таки захочется животик сделать. И так обливаем теперь столько слоев, чтобы достичь толщины, как на эскизе было, на стенке. Верну своего коника. Края фольги нужно подклеивать. Ну, в идеале, конечно, ее бы и к самому каркасу тоже подклеивать. Ну, вот я постоянно леню все это делать. Ну, в принципе, все и так получается. Вот. Ну, к самому каркасу можно сначала тоже фольгу приклеить, чтобы точно нигде не отставало. Ну, я еще каждый раз и забываю. О том, чтобы приклеить к каркасу. Это делается вот таким образом. Сначала каркас обмазывается, а потом фольга намазывается. Так, я тут перестаралась с толщиной. Делаем сейчас ноги, кстати, чуть тоньше, чем по заготовке, по выкройке. Потому что, если мы хотим сверху чем-нибудь обернуть фольгу, чтобы она не пропечаталась, особенно если у вас миллиметровый фон, то это нужно сделать. То нужно учитывать, что еще толще станет каркасик. Поэтому сейчас не сильно толстый кладем слой фольги. Хорошенько поджимаем. Мы фольгой просто скругляем края. Смотрите, насколько круглее стала та же самая нога. Ну, единственное, что, наверное, по толщине все-таки, даже если две ноги сложены, может быть, тоже пойдет. Но, в принципе, в толщину можно еще бы, еще бы пару слоев картона, на мой взгляд, можно было бы положить. Сейчас смотрю на готовую ногу. То есть в профиль, то, что мы смотрим, нога должна быть тоненькая. Это все правильно. А вот по ширине, пожалуй, стоит еще добавить. Но это можно сделать либо фольгой. И ширина спинки тоже может быть побольше. Можно сделать фольгой, раз уже облепила. Такие маленькие трубочки прикреплю к краям. Только на ноги. А так можно было еще каркас. Слепить еще побольше сэндвич. Налепляю их только по бокам. Вот так потолще будет ножка. Можно подклеить туда какие-нибудь трубочки, какие-нибудь кусочки. Можно, кстати, вот такие вот обрезки как вариант использовать, если не хотите тратить много фольги. Можно картонками добавить. Смотрите, что у вас есть вокруг, чем можете пожертвовать. Вот так. Ну, еще раз оберну. Ну, и, пожалуй, раз уж я тут сделала потолще, можно, наверное, еще и щечки сделать этой лошадке. Чтобы голова не казалась такой плоской тоже. Начинается улучшение. Вместо того, чтобы сделать просто прямую лошадку, начинаем добавлять ей подробности. Я волнуюсь только за то, чтобы мы с вами уложились вовремя и успели освободить площадку. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Девочки, что-то вы все молчите, хоть про погоду кто-нибудь расскажите. Продолжение следует... Продолжение следует... У меня почему-то все зависло. Не, я читаю. У меня последний комментарий висел... Я сейчас обновила страничку. А висел комментарий от Марины Зиминой последний 30 минут назад. Я и думаю, что это я тут... Совсем один. Пеноплекс обматывать фольгой не обязательно. Не нужно, если вы выпилите идеально фигурку. Фольга у нас сейчас только для того, чтобы придать форме округлые края. Потому что из картона здесь отпиливать все это сложненько. А фольга у нас как... Как пластилин, которым мы завершаем, делаем окончательную рихтовочку каркаса. Пеноплекс, Наталья, это почти то же самое, что поролон... О, поролон... Пенопласт. Очень они похожи. Только пеноплекс не состоит из таких шариков. И его легче пилить. Когда вы пиливаете фигурку, от него уже шарики вот эти не разлетаются мелкие. Дырочек не появляется. Ну, а по сути он такой же, что и пенопласт. В листах продается в толстых. Для утепления, по-моему, да, он продается. В письме должна была быть выкройка. Ну, и Лена, ну, вы же знаете, где их все брать. Обязательно они всегда у меня есть. Ссылку для скачивания МК-бабочка, Анжелика. Скачивание МК-бабочка. Анжелика, что-то... Я не пойму, что вы просите. Если просто посмотреть онлайн записи в закрытой группе у меня. Запись мастер-класса. А скачивать я их и не давала. И не предполагается, чтобы их скачивали вообще-то. Только смотреть онлайн все записи. Вот Галина про погоду написала. Спасибо. Светлана пишет. Снег толщиной сантиметров 10 выпал. Вся цветущая черемуха пригнулась под тяжестью цветов и снега. Кемерово. Ужас. Так, ну что, нужно еще спинку только скруглить. Сейчас углы получаются остренькие. Сделать спинку покруглее. На боках немножко фольгу подо мной, чтобы она потолще стала на боках. И краешком вывожу, чтобы гладко стало туловище. Ну, если что, имейте в виду, что попа у лошадки, по идее, она, конечно, пошире, чем грудь. Ну, в нашей лошадке не принципиально, но если вдруг будет так получаться, то это правильно. Опять забыла сначала намазать клеем, а потом начать обклеивать. И куда, конечно, фольга все равно не денется. И куда, конечно, фольга все равно не денется. Первый раз обязательно задавайте вопросы. Потому что в чате пока вижу только старичков. Так что, если вопросы появляются, пишите. Чтобы я понимала, что нужно рассказать всем остальным, что такая более подробная информация пока не нужна. Мы подобные вещи делали не раз. Размер ног, ширина. Лида, если про ширину, то тогда ширину смотрите в выкройках. Если про толщину, где-то 2,5. Вообще всей заготовочки. Учитесь всегда смотреть все в выкройках. Там все по клеточкам. Есть только у кого из девочек открываются на телефонах. Там я тогда понимаю, что нужно сказать размеры. Там неудобно смотреть. А здесь вот выкройка перед вами. Ну и так. Вот такие габариты моей лошадки. Потом, когда будете смотреть записи, можете сделать паузу и посмотреть все пропорции. Потому что, ну сложно, каждая деталька находится на своей клеточке. Линии все извилистые. Все-таки это не прямоугольник, чтобы я назвала вам только длину и ширину. Этого недостаточно, правильно? Так, и вот что теперь нужно сделать. Если мы хотим, чтобы фактура фольги не пропечаталась на фоне, что в принципе может быть и не принципиальным вопросом. Это во-первых. Во-вторых, если фон толстый, то особо и не пропечатается. Если фон тоненький, то надо. Пудель делается по той же технологии. Марин, не очень поняла, что если каркас, то каркасы они все очень похожи. Что-то делается больше из картона, что-то больше. Кто-то выпиливает из пеноплекса, что-то мы делаем из папье-маше. Все равно, из чего вы сделаете каркас. Главное его сделать правильно по пропорциям. А дальше, я не очень понимаю, что вы имеете в виду под технологией. Технология, работая с фоном, она одна и та же. Нагрели, не тянули. Дальше облепили всякими деталями. Так что, если в таком смысле, то да, технология одна и та же. Так, значит, чтобы фактура не проступила. Можно обернуть фольгу чем-то мягким. Это может быть ткань. Конечно, лучше, чтобы эта ткань тянулась. Можно фетром. Можно синтепоном обернуть. Можно тоненьким поролоном. Чем еще? Да можно даже бинтиком обмотать, и то уже фактура выровняется. Потому что вот эти вот мелкие-мелкие дырочки, которые появляются на фольге, вот, собственно, и их, чтобы выровнять. Ну, конечно, тут так всегда нужно учитывать, что вы будете накладывать еще лишнюю толщину. Толщина всей фигурки еще больше увеличится. С опытом постепенно все приходит, конечно. Понимаете уже, какая где-то толщина. Вот у меня есть фетр. Нашла тут у себя старых запасов. Причем фетр на самоклеющейся основе, это очень удобно в данном случае. Потому что мне не придется его клеем намазывать. Но бежать и покупать специально такой фетр совершенно не нужно. Потому что я уже сказала, все, чем можно обмотать, лишь бы выровнять фактуру. Вариантов много. Так что, что есть под рукой, то использовать. Принцип, которого мы хотим добиться, вот такой. Я обтянула тканью, поверхность выровняла, да, стала гладенькой. Салфеткой. Ну, салфеткой можно, да, только салфетку нужно приклеить. Если оклеивать, ну, если оклеивать папье-маше, то тогда вся фактурочка, она чуть-чуть выровняется, но папье-маше тоже дает свои дырочки. Там тогда нужно шлифовать, чтобы все вот эти неровности закрыть. Поэтому смотря какой салфеткой. Если тканевая, то, наверное, да. Попробуйте. В общем, чем-нибудь мягким, что не будет заходить вот в эти дырки. Меленькие. Тут не учила, нужно было шовчик внутрь спрятать лучше, на всякий случай. Арина поняла. Хорошо. Даже те куклы, которых мы делаем, все, можно сказать, что делается по точно такой же технологии. Можно их вылеплять, можно их выпиливать. Лишь бы было что обтянуть. Тянуть. Тянуть. Так, это у меня откуда кусочек? Наверное, лишний. Еще придется отрезать кусочек. Тканью даже обыкновенной, конечно, можно обтянуть. Но, на мой взгляд, если она будет тянуться, трикотаж какой-нибудь, да, чтобы можно было перегибать. И складочек потом, и даже если будут эти складочки, чтобы их можно было мягенько срезать. Потому что лишней толщины в виде складок, конечно, тут не должно. И лишних швов, по возможности, тоже. Вот этих переходиков, хотя бы на животиках нужно спрятать. Чтобы сильно в глаза они не бросались потом. Ну вот. Можно тут долго еще... Кусочек остался, заклеил животик. Так и быть. Можно было и не делать. Ну ладно. Самое неприятное всегда это брить под шеей. Так что можно вырезать. Так, ну что, мы готовы отцегивать нашу фигурку. А, надо решить только с носом. Так, нос у меня, нос у меня. Это посмотреть его размерчик. На одну треть примерно я сейчас обрежу шарик. Этот шарик у меня 2,5 сантиметра. Это на мою то, что лошадка подходит. Срезала его примерно на одну треть. Вот такая голова будет в профиль. Ну и по бокам тут даже подмяла шарик немножко. В принципе, он совпал. Ну здесь даже если будет маленький шовчик-переходик, вот зачем я его только сейчас прямо приклеила. Его уж можно было натянуть отдельно сначала. У нас будет, как называется, вот эта штучка, которая надевается у лошадки на нос. Уздечка. Это в каком месте? Это все это уздечка? В общем, здесь у нас на носу тоже будет полосочка, которую красть шов прикроет. Я как-то не разобралась с понятиями, что где. Знаю седло. Знаю, где седло, знаю, где грила и хвост. Да, уздечка. Уздечка, все. Хорошо. Значит, так, я беру для своей лошадки, для своего коня, светло-желтый фон. У меня он 2,5 сантиметра, о, миллиметра, 2 миллиметра толщиной. Господи, наговорила. Так, нам нужен для разогрева утюг. Сейчас мы его включим. Если нос не приклеиваете отдельно, значит, это упускаете этот момент, и мы потом будем отклеивать лошадку с одной стороны и с другой стороны. И шов мы будем делать по серединке ее туловища. Вот. Потому что можно обтягивать лошадку сверху и прятать все швы по бокам, но там нужно будет разглаживать все складки. Все это можно. Слона, олененка. Мы уже делали, так обтягивали. Но это долго. Так что подробности по более сложной обтяжечке это у нас на других мастер-классах. Ну а свой полушарик я оклеиваю и по краю фон клеем фиксирую, чтобы он не сдвигался. Лишнее срезаем. Нам фон нужен только, чтобы он по краю был приклеен. Посерединке не нужно. Смотрите, насколько увеличилась толщина детали. Вот сейчас также весь корпус увеличится по толщине, так что изначально можно делать и более стройные ноги. А потом они еще увеличат, увеличатся. И сейчас у нас такой поджарый получится. Жеребеночек. Так, чтобы посмотреть, сколько мне фона понадобится на лошадку, я его на кусочек фона приложу. И приблизительно вокруг еще пару сантиметров припуска даю. Как раз один лист от четвертого формата не уйдет. Но это даже с запасом, с таким очень хорошим запасом. Здесь тянуть особо нам много не нужно. Мы так разогреем, конечно, сейчас все равно натянем, чтобы на что-нибудь повыше положить, чтобы было куда руки опускать. Так, это перебор, да? Немножко свет уберу. Нет. У меня свет просто с одной стороны сегодня стоит, поэтому он там у нас засвечивается. Секундочку. Попробуем осветить вот таким образом. Ух ты. А, это мне верхняя лампочка, наверное, засвечивает. Нет, не сохранить изменения. Сейчас мы... Сегодня лампочки просто хотят мне, чтобы была засветка. Ладно. Когда так поворачиваю, засветка прекращается. Марина нагревает фон на электроплите. Тоже удобно. Ну, электроплита такая же поверхность утюга, да. Почему бы и нет? Кто-то из девочек писал, когда нужно большие куски фома нагреть на духовке, на разогретой стенке духовки, на крышке, да, как закрывается, передняя стена духовки, разогретая, открывает и положила на нее, нагрела. Его уже, в принципе, все равно, чем нагревать. То, что мы феном разогреваем, просто воздействует горячим воздухом. Поэтому... Ну, с газовой плитой. На электроплиту, наверное, совсем удобно положить, правда, там разогретая. На сковородку можно даже положить. Почему бы и нет? Нагреть ее, если газовая плита, и на нее положить. Ну, с этим... Ну... Ну, тут тянуть практически нечего. Нам тут дотянуть нужно до серединки детали. Так, чуть-чуть выпуклости. Ну, кстати, животик можно было еще покруглее сделать. Такой у меня прям провальчик в животе. Что ж такое? Нет, цвет однозначно отворачиваем. Вот так хорошо будет. Почему здесь такой провальчик? Мне интересно, потому что там животик наклеил. Попробую доставить там кусочек. Самое главное, что нам дает обтяжка тем же фетром, например, вокруг, это отсутствие вот этой мелкой фактуры фольги. И это очень хорошо. Так, ну, подтянуть все это мы сможем в процессе. Сейчас нам, знаете, что нужно сделать? Срезать лошадку посерединке. Вот это сделать непросто. Особенно, кто это делает первый раз. Держись, лошадка. Потому что нужно крепко подержать форму. И нужно повернуть к себе профиль. Детальку я рекомендую лучше сначала линию нацарапать. Ну, и важно, конечно, ее теперь не сдвинуть. Нам нужно будет по центру сделать хороший ровненький стык. Потому что никаких защитных полосок мы потом сюда накладывать не будем. Все, что у нас прикроется, это то место, где пройдет грива, где ляжет седло по спинке. И, в принципе, все. Голова у нас получается открытая. Можно сначала сделать надрез подальше, чем та линия, которую вы наметили. Потом приложим. Если все в порядке, можно будет резать дальше. Так, здесь я не поняла, что это все я начертила. Думаю, что нужно зафиксировать уже. Чтобы деталь дальше не сдвигалась, иначе дальше будет сложнее попасть в то, что мы наметили. Уже сейчас происходит небольшой сдвиг. Ох, нелегкая эта работа. Ну, это нелегкая только поначалу. Можно первый раз делать такую лошадку. И таким способом я тоже первый раз вообще, в принципе, делаю фигурку. Как всегда, эксперимент. Отрезаем, примеряем. Смотрим, сколько еще подрезать. В принципе, всегда у игрушек из ткани швы такие присутствуют. Поэтому, по идее, бояться швов в игрушках вовсе не обязательно. Если есть, конечно, возможность, то лучше их скрывать, чем-нибудь перекрывать. Чтобы не было видно фигурки, каким образом она сделана. И здесь, по идее, можно было оклеивать лошадку по частям. Можно было бы продумать, где проходит уздечка, в каких местах. Оклеить отдельно голову. Как я сейчас нос отдельно оклеила, да, потом отдельно голову до какого-то места. Продумать, где срезы могут быть. То же самое с туловищем. Передняя часть, задняя часть. На самом деле, все швы можно попрятать. Подумать, с какой стороны обтянуть. Насчет того, что, как всегда, будет хорошо, мы, конечно, сейчас посмотрим. Ну, в мультяшных таких фантазийных, тем более, да, ни на что не похожих лошадках, мы ни на кого не ориентируемся, ни на кого она походить не обязательно, не обязана. Можно потом наделать все, что угодно. Вот будут какие-нибудь дефекты на туловище, можно сделать лошадку в яблоках. Наклеить яблоки сверху и сказать, что так и было задумано. Можно цветочками какими-нибудь потом ее оклеить, да, если будут какие-нибудь неровности. Можно хоть по всему как раз шву тоже чего-нибудь понадобить тесьму, в конце концов взять какую-нибудь тоненькую тесемку отделочную и прям так и пройтись по всей лошадке. Вот специально так было задумано. Здесь нас никто не ограничивает фантазией и скорее она больше развивается, когда мы придумываем, как замаскировать то, что получилось не очень хорошо. Стремиться к идеалу, конечно, всегда нужно, но в любом случае сразу идеально не получится. Поэтому идем через ошибки и придумываем по ходу дела, как их перекрыть. Не выбрасывать же потом каждый раз то, что не получилось. Не получилось, это тоже хорошо. Чем больше ошибок, тем больше они запоминаются. У меня тут муж ходил, экзамены сдавал, я решил в бизнес-такси пойти, там сложные экзамены на знания Москвы, пока там каждая стоит до улиц. И по русскому языку тоже какие-то, он все ждал, что там будут какие-нибудь заковыристые вопросы. Поэтому, когда он мне потом рассказывал, он несколько раз ходил, сдавал экзамены, не только по русскому, там были завалы. Ну, он мне больше всего по-русскому понравился. Там говорит, как примеры, которые там были приведены в ответах, сначала отвечает, что вот я сначала подумал, что надо ответить вот так, отвечает правильно. А потом в конце взял, нажал, потому что решил, что ну, что ж такой простой вопрос, надо позаковыристи, и ну, а вдруг так тоже можно. Ну, значит, там какое-то, я уже не помню, но абсолютно дурацкое слово у меня там какое-то получилось. Вот. Ну, теперь ты это запомнил, то есть после того, как он совершил ошибку, потом залез в интернет, посмотрел, что да. Он сглупил, зато он теперь эту ошибку помнит, и уже это слово точно всегда будет писать правильно. И так всегда то, что мы совершаем ошибки, они больше всего нам потом запоминаются. Думаю, что многие уже это замечали по жизни так. И то же самое с фомом. Нет, здесь ничего особенного для обтяжки. Сейчас у меня фом 2 мм, да. Но это совершенно не обязательно, не означает, что у вас тоже должен быть 2 мм обязательно. У нас получился провал в животике, и с помощью фена я убрала лишнюю складочку. Ну, вот такая толстенькая, видите, какая толстенькая лошадка, какая изящная была сначала, теперь такая толстушечка. Я даже не знаю, когда мы с вами будем делать настоящую лошадь, как мы будем добиваться изящности. Что-нибудь придумаем. Вообще такие детали, конечно, когда вот нужно что-то тоненькое, изящное сделать, или как лица, если рисовать. Да, вот когда малышей особенно рисуешь. Когда нужно перенести все лицо вниз лица от середины шарика в самом низ. Смотришь, там остается от большого шарика вот такая малюська, и в ней нужно рисовать все лицо, и большие глаза, и губы. И все время хочется вверх перенести, получается все время большой подбородок. Мозг не соглашается с тем, что да, да, это нужно делать прям миниатюрненько и на самом маленьком отрезке. И мы все время растягиваем все-таки вот в этом, потом большое умение заключается, чтобы научить руки работать правильно, мозг, главное, работать. Да, вот как нарисовано на схеме, так и делать, да. Что бы там ни казалось, что голова должна быть больше или еще что-то, вот прям берем пропорции и делаем. И сначала, когда вы делаете каркас, тоже кажется, что худущая получается фигурка, да, с птицами, сколько мы так с вами раз сталкивались. Кажется, дохленькая такая тушка, оклеивается перьями, там такой откормленный птиц уже хороший получается. Вот так. Постепенно с опытом наверняка это все придет, как правильно делать. Но сам процесс тоже интересен, поэтому я и люблю даже эти промежуточные этапы с ошибками. Все-все на самом деле потом откладывается. Дальше шагать, придумывать следующие вещички уже гораздо проще. Иногда, мне кажется, когда я делаю очередную игрушку, мне кажется, ну все, что-то тоже, следующего уже больше ничего не будет, пора завязывать. Все. Наверное, все, что могла, уже выдала. Только ее сделаешь, только отработаешь вот эти способы. И понимаешь, что идет следующий шаг, следующая ступенька. То есть приходят мысли уже там, где-то используется даже то, что ты сделал, где-то нет, где-то предыдущие шаги какие-то используются. Обязательно приходят новые мысли. Как мне одна моя очень хорошая знакомая говорила поначалу. Зачем ты открываешь все на мастер-классах, зачем ты все рассказываешь? Они же все возьмут и пойдут делать. И потом тебя не вспомнят. Вот я ей всегда говорила, что, разумеется, так они, если не со мной они пойдут, так все равно, кто толковый, тот и сам дойдет, и сам тоже дальше пойдет. Так я помогу на этом этапе. А дальше, конечно, они догонят и перегонят. Просто наверняка дальше будет что-то другое у меня. Останавливаться нельзя. Ну и вот так и выходит, что и вы многие уже догоняете. Смотрю, ваши работы уже сама в шоке. Ну, понимаю, что просто пока идей много, можно продолжать работать и делать мастер-классы. Хотя никогда как-то не было такого, хотя нет, я хотела сказать, что не было такого увлечения, которым бы я занималась так долго. Вот из рукоделия, пожалуй, да, пожалуй, нет, потому что было и вышивание, и бисероплетение, ну, вязание чуть-чуть, вот по шитью очень много, да, ну, приходилось. Пока моделирование одежды, четыре года учили, все приходилось делать. Ну, как-то ничего не задерживалось. Тут уже три года получается. И пока идея не кончается, пока не надоело. Это прямо удивительно. Вот, хотя все-таки вот сказала, что ничем не задерживалась. Я все-таки, сколько, наверное, лет восемь, художественной школы, фореографии тоже бывают. Ну, это просто все, что с детства там шло, да, с девяти до двадцати двух. Тоже немало лет. Все увлечения такие серьезные были. Все, конечно, уже теперь в прошлом. Так, ну, здесь нам теперь надо шовчик состыковать. Чем аккуратнее, тем лучше. Поэтому срезаем по чуть-чуть, подгоняем. Потом, что будет оставаться здесь, да, чтобы подтянуть, будем подтягивать феном. Вот, шовчик складываем рядышком. А белую собачку... Галина, откуда вы знаете, что у меня есть новая белая собачка? То я ее так поставила, и что там сзади видно? Да, черный точек-то тоже есть. Но Галина увидела еще белую собачку, да, я вчера сделала. Вчера я сделала Максика, друга Тойчика. Я ее там еще не совсем доделала, еще не фотографировала. Вот все срезаю, срезаю. Мне все кажется, что сейчас, как я резану, и будет прямо много. Срезаю, накладываю, они внахлест получаются. А должны по-хорошему лечь рядом. Если у вас фом 1 мм, то можно внахлест... А, в начале выступления, я имею в виду, как вы глаза все какие-то... Я его вроде совсем за Алису спрятала. Нет, я его поставила, конечно, чтобы показать. Думаю, потом, не сразу. Да, покажу в конце, что там получилось. Все мало и мало срезано. Пусть немножко внахлест будет, чтобы щелочки точно не осталось. Ирина Копытова приехала с дачи. Посадила сивок. Мне кажется, у нас под Москвой в эти выходные даже никто ничего не садил. Потому что холодильная была, конечно, ужасная. Обещают потепление, но был прям совсем снег. Там что-нибудь только морозоустойчивое можно было делать. Наталья отмотала сначала. Собаку посмотреть. Сейчас закончу, покажу. Это еще будет один маленький малыш. Ну, думаю, что так вот, по маленьким собачкам, наверное, все нужно сделать. Еще будет... У нас боксер большой предстоит. А так нужно будет какую-нибудь таксу сделать. Хочу таксу. Ой, кстати, девочки, знаете, еще что мне нужно? Если кто-то знает, кто... Ну, я сделаю пост, но все просто собираюсь, а времени нет разместить. Потому что, ну, как так, чтобы описать. У меня каждый... Ну, когда мы, примерно в октябре, мы начинаем дарить, рассылать подарки клиентам. У нас приблизительно 120 корпоративных подарков заказывается. Чаще всего это игрушки, внутри которых можно положить конфеты. Ну, так, грамм на 300-400. Ну, небольшой клиент у нас уже все наевшиеся конфеты. Ну, то есть это так чисто, что от кондитерской фабрики, поэтому конфеты. Чаще всего у нас текстильные игрушки. Поэтому я вот не именно по фому прошу. То есть мне нужна... Может быть, есть какие-то знакомые, кто шьет, или вы сами шьете. Мне нужна какая-нибудь собака, такого нормального размера, чтобы, ну, выглядела, да, для клиентов, чтобы такая... Не молюсь-ка. Вот, внутри, чтобы можно было положить конфеты, но при этом, чтобы она еще держала форму, когда конфеты вынешь. Ну, нужен какой-нибудь каркасик пожестче вокруг. Но, тем не менее, чтобы раскрывалось. Вот. Ну, в общем, в любом случае, мы где-то в августе, в сентябре мы просматриваем уже, что есть, кто нам что предлагает. К рукодельнице никогда не обращалась. Чаще всего мы либо какие-то китайские покупаем, музыкальные как-то покупали. Ну, то есть так, что приходится. Либо заказываем какую-нибудь ручную роспись, шару, все что-нибудь. Вот, ну, очень любим игрушки. И клиенты у нас потом очень любят хорошие обычно получаются подарочки. Вот. 120 штук. Но прежде всего, прежде, конечно, нам нужны сначала фотографии, да, тех собак, которые получились. Если выберем, чтобы можно было... Ну, хотя, в принципе, можно даже не одинаковых. То есть непринципиально, что два штук только одного вида. Можно у разных заказать. Вот. А стоимость у нас обычно тысяча с копейками. Вот такую мы умудряемся уложиться. Вот. Вдруг у вас чего-нибудь будет. Я потом напишу еще в группе такое ТЗ, чтобы вы, может быть, репосты тоже не могли бы сделать. Найти тех, кто нашлет такие образцы. Конечно, это не суперсложное что-нибудь должно быть. Скорее всего, чтобы сразу же из материала, да, особых аксессуаров, чтобы не пришлось там нашивать. Не обязательно делать какую-нибудь еще одежку, мелочи всякие. Ну, собаки сами по себе, они тоже интересные существа. У нас была такса 12 лет, получается, назад. Такса с конфетами, сшитая из какой-то ткани, с таким мелким ворсом. И симпатичная, то есть просто сама по себе симпатичная собачка. И вполне нас устраивала. Начальство в последнее время очень любит какие-нибудь поющие фигурки. Но поющие чаще всего нельзя конфеты положить. Поэтому в этом году заказывали, но немного. В основном был просто петушок. Мягкая игрушка с конфетами. Так, ну, как бы здесь не промахнуться. У меня такое впечатление, что мне придется все-таки на шею какой-нибудь, какой-нибудь ошейник приличный сделать. Потому что, ну, сейчас туда подлазить и прям тоненько вырезать, вот просто сильно заморачиваться не хочется. Это самое неприятное место на шее. Нужно будет влепить туда просто кусочек какого-нибудь. Можно сделать, что можно было бы сделать? Можно сделать, была бы грудку этой лошадки. Правильно? Из кусочка светлого фома. Я сейчас просто залеплю, потому что вот прям на это место можно взять и приклеить такой кусочек. Будет грудка. Потому что мы тогда иначе не успеем поставить колеса лошадки. И немного кривовато сделала шовчик. Чуть-чуть, на пару миллиметров стоило его переместить на одну сторону. Спасибо. 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 Сейчас какой-нибудь желтенький ошейничек. Ой, ошейничек, говорю. Желтенькую грудку прилепим. Вот таким образом. Ну, можно ее подлиннее просто вырезать. Посмотрите, какого цвета можно сделать. До беленького. И будет тогда грудка. В принципе, это просто у меня... Скажу сейчас, какое у меня ширина. Получается 3 сантиметра по ширине. И... Так, белый у меня есть, может быть, рядышком. Может быть, я им сразу это клею. 3 по ширине и вниз, ну, сантиметров 5. Сейчас белым попробую. Так, быстренько поэкспериментировать. Что-то у нас буквально... Полчасика. Почему бы не сделать таким образом, потом еще эти яблочки на нее наклеить. Чтобы связать. Почему здесь белый фом. У меня только он тоненький. Там дырочка просвечивает. Разогрела немножко краешки, чтобы они бегли. Вот сейчас фом нужно еще подтягивать. Немножко его подразогрелем. И пальцами. Растягиваю, и края уже хорошо ложатся. Вот. Ну, здесь тоже нужно было толстый фом использовать. У меня только... Тоненький, причем совсем тоненький оказался под рукой. Ну, я надеюсь, вы меня простите. Смысл понятен. Если моя литл пони, там чего-нибудь такое делать, ну, повторять их, конечно, особо старайтесь не делать, потому что это плагиат все-таки. Поэтому я тоже так мультяшную тему делаю, но это не основная масса того, что делаю. Так, по чуть-чуть иногда. Вот. По-хорошему можно, если в том же стиле делать, да, как литл и тифоник. Сюда, может быть, какую-нибудь звезду наклеить на большую звезду по горлышку и звездочку на попу, например. Так, приклеиваем носик. На Али называется фен для эмбосинга. Надежда, напишу вам потом, как называется на Али. Нет, там называется это не фен для эмбосинга. Тепловая пушка, по-моему, это называется. Я брошу вам ссылки. Я уже выбирала ссылочки на Алиэкспресс, а девочки тоже заказывал, тоже получили. И нормально, довольна. Так, теперь у нас с вами хвостик и грива. Так, челочка, челочка еще. Челочку выбираю по ширине, по длине выкройки. Чуть-чуть подлиннее ее сделаю, потому что если я хочу ее подвить, то нужно ее сделать подлиннее. На завивку не в два раза здесь, конечно, так приподнимется, но на завивку уходит гораздо больше фома. Так, чтобы не ошибиться, где у меня будут уши, накладываю выкройку. Так, ну у меня с наклоном головы здесь не очень хорошо получилось. Ну, вернее, не как по выкройке. Ну, это ничего страшного. Так, и откуда растет хвост, чтобы тоже не ошибиться. Так, челочка. Ну, можно просто соломкой нарезать, можно уголочками. Делайте челочку так же, как вы будете делать гриву и хвост. А тогда одинаковая должна быть. На утюг прикладываете или на сену падаете, без разницы. С той стороны, где будет тепло, туда они и загнутся. Так, до ушей, до ушей у нас идет челочка. Сразу ее скруглю. Края. Потому что грива у нас уже пойдет в один слой. Так. Ну, тоже можно ее подвить по разному челку. Ей можно положить на один бок, на второй. Такой Гитлер такой пока. Так. Здесь по длине гривы нужно посмотреть, просто сколько вы хотите. Насколько, чтобы она опускалась, настолько и делайте в длине. Потому что бывает же, что лошадей подстригают совсем короткая грива получается. Ну, вот сейчас у меня по длине, к тому месту, которое мы на шею будем наклеивать, почти 7 сантиметров получилось. И длина гривы 5, почти 10. Ну, не знаю, может быть, этого и много. 10 сантиметров. Посмотрим, загнем. В принципе. Я думаю, длинная грива лошади никакой не помешает. Можно погуще. Я сейчас в один слой делаю. У меня 2-х миллиметровый фом. Можно сделать в 2-3. Можно косами потом эту гриву заплести. Как угодно. И даже не буду мучиться, а просто приклею ее вот так на шовчик. Даже не буду ее ставить на ребро. Потому что потом просто ее можно будет приподнять в основании. Будет красиво. Можно, знаете, как сделать? Можно, если тонкий фом. Вот с толстым это будет не очень. На одну сторону гриву приклеить, а потом ее на другую загнуть. Хотя, почему и с толстым не очень. С толстым будет тоже хорошо. Давайте так и сделаем. Так, намечу сейчас, докуда идет грива. Так, ну грива, наверное, на спине-то быть не должна. Что-то я широковатую, я думаю, вырезала. Гриву. У нее же только по шее, наверное, растут. Так, вот смотрите, с одной стороны шва наношу клей. Потому что как раз хочу сейчас шов перекрыть, да? Приклеили. Да, цветочек можно еще на грудь, кстати, приклеить. Сердечко можно приклеить. Там вообще почти получается, что формой практически сердечко. Такая будет влюбленная лошадка. Феном работать однозначно удобнее. Здесь, чтобы вот таким образом загнуть, пришлось бы на утюг прикладывать полностью деталь и бояться, чтобы не растопились остальные швы. А феном можно прямо на фигурке уже держать. в нужном направлении. Нагревать, остужать, и все будет. Так, ну, еще поддуть. Фен горячий. Я не буду сейчас этим заморачиваться тоже, девочки. Уже такие мелочи. Уши. Так, уши тоже вырезаем по выкройке. Ну, можно вырезать их чуть шире. Сейчас скажу, зачем. Сколько у меня сейчас ширина? Где-то 2 сантиметра почти. А на выкройке они сантиметр. Для того, чтобы их вот таким образом склеить. сделать потолще ребро, на которое мы будем эти уши приклеить. Так, где они тут у меня намечались? Где уши? Смотрите тоже по выкройке. Так. Так. И другая сторона. Угу. Упс. Кировочек разошелся. Так. Хвост. Хвост тоже подстриженный, не подстриженный. Модельку выбирайте самостоятельно. И длину тоже. Думаю, что его нужно будет скрутить роликом и наклеить. Так. Коротковатый у меня по сравнению с грилой. Но зато сейчас я могу его быстрее нарезать за один удар ножниц. некогда нам модничать. Так. Это перебор. Толстенький хвост. Ну, здесь тоже нужно будет смотреть самостоятельно, потому что толщина фомы у всех разная. Чем толще фом, тем меньше его. Меньше понадобится. Потому что скручивается в очень толстый ролик. Пожалуй. Так. Достаточно. Мне кажется, что не больше одного сантиметра должен быть ролик. и так на мероприятию. Такая длинная грива и такой вкусный хвостик. Я не буду его сейчас приклеивать, я его потом переклею, на длинный вырежу. Подлиннее. Пусть пока будет так и быть. Так, глазки. Где у нас замечаются глазки? Так, приложили, все совместили, примерно посмотрели. Вот они, глазки. Сейчас проверим. Мне очень нравятся кукольные глазки вставлять. Это интереснее смотрится, чем рисованные. Сейчас мы будем черные глазки использовать, просто черные, потому что, видишь, игрушка не живая лошадка все-таки. Хотя мне, моим мозгом, по моим представлениям, хотелось бы поставить глаз вот здесь. Сюда бы я его поставила. А по выкройке, да, и то, что я смотрела, с игрушки я переснимала выкройку, да, там симпатичная такая лошадочка была. Вот, а по игрушке получается, что глазок должен быть вот здесь. В принципе, все логично. Чем симпатичнее какая-нибудь игрушка малыш, тем я всегда говорю, что глаза ближе к носу располагаются. И здесь у нас от носа буквально полтора сантиметра. Маловато дырочку вправо делала. И в большинстве своем даже малышей, да, последнего малыша, когда ты делала, все получается ближе и к носу, и в нижней части лица все располагается. Лицо тоже рисовала, да, но все только в нижней части лица. И получается тогда малыш. То есть вот все, что маленькое, все, что миленькое, все располагается как можно ближе к кончику лица. Так, здесь у меня начинают друг в друга упираться вот эти холосты, которые нужно по-хорошему обрезать, чтобы гладить, приклеить. Так, поэтому с одной стороны оставляю, пусть пока торчит. Не буду его мучить, нужно пассатижами его откусить. Так, теперь быстренько делаем седло. Сейчас отрезала приблизительно кусочек. И прямо на лошадке начерчу нужное седло. Сейчас скажу, какого размера у меня получилось. Можно еще по краю сделать ободок. Я, в принципе, предполагала вырезать вторую детальку, вырезать ее изнутри и по краю ободок приклеить, чтобы такое утолщение было фактурки по краю седла. Но вот сейчас все, уже не успеваю. Так, обещала сказать размер, но сказала примерно 7 сантиметров и в ширину 4 сантиметра. Здесь небольшая неровность, то не обращайте внимания, потому что сгибала, как-то разрезала. Так, приклею обязательно по спине, потому что спина прогнутая. Если я просто оберну, то седло не горбик сделает. Это так, вот я приклеила. Вот она прогнутая спинка. Попа торчит. Обязательно тоже обращайте внимание на выкройку. Прогнута спина у лошадки и попа торчит вверх. Так, это тоже хорошо бы сделать, торчащий немножко. Хотя, хоть и сгладился, край более прямая стала спина, чем хотелось бы, но не прямая точно. Так, уздечко. Полубусинка, конечно, подойдет полубусинка, конечно. Она даже больше подойдет, чем эти глазки с ножками. Можно и просто бусинку, если нет полубусинки, и пуговку можно. Глазенькую. Все, что похоже на глаз. Можно и склеить делать. Когда совсем ничего подходящего нет, мы и склеим делаем. Что можно. Так. Уздечко. Так, ну, наверное, в первую очередь сейчас спущу уздечку вокруг. Гривы. Да, таким образом она как-то на игрушке, она в гриву куда-то пряталась. Ну, наверное же она... Она прячется там под гривой, интересно. Надо ее прятать. Или она поверху ее проходит. Что-то не обратила внимания на этот нюанс. Потом, если что, выправлю волосики. Так, и вокруг мордочки. Все. Вот мы закрыли шовчик. Теперь, если нужны какие-то поделки в школу. Тут просто мальчишек порадовать. Сувениры для мальчишек. Тут, я думаю, достаточно простой вариант, как делать игрушки. Шовчик вот здесь у меня чуть-чуть неровный. Тут, кстати, еще же можно сделать копытца. Поэтому... А, кстати, даже нужно сделать копытца. В любом случае, нам нужно заклеить донышко. То, что-то я тоже упустила этот момент. Ну, а сами копытца можно сделать просто полоской поличневого фума. По краю пройти. Как я тут? Бжик-бжик. На скорости. То, что не люблю ограничения во времени, потому что... Татьяна, изображение исчезло. Изображение исчезло? Куда? Мне перезайти? Вроде бы я-то себя вижу. Перезайти? Включенная? Да, включенная. Я себя вижу. У меня изображение есть. Часть... Ай, вот появилось. Все, извиняюсь. Все появилось. Хорошо. Так. что обрезали какой-то ну сколько сделаем пусть будет 5 миллиметров нас все зависит от того смотря сколько нужно прикрыть на самом деле сантиметр можно вполне сделать можно фигурными ножницы интерфейте по краю такая декоративная была от девочка так шовчик я думаю нужно спрятать изнутри натяжку делаем чтобы перекрыть желтый срез обязательно и вот и и и и и и и и Ну что, если кто-то со мной делал Какие еще какие-то дефекты Появились на самой фигурке У меня недостаток Это не очень ровный шов Над которым еще Можно поработать Хотя в целом выглядит Вполне прилично выглядит линия Но вот она немножко прогнулась Нужно было еще посидеть ее И попилить еще по чуть-чуть На удивление Изнутри все ровненько Абсолютно ровно идет полоса Впереди Чуть скривила Но кстати, передняя Линия, то что я немножко в бок ее вела Вот ее челочка прикрывает Ее не видно Практически этого шва Там все гладенько вклеено Так, и теперь колеса Значит, во-первых, сами колеса Самый простой способ сделать Это скрутить ролик И потом его нарезать Нам нужно 4 колеса Ну, пусть они будут по толщине Примерно сантиметр Значит, 4 сантиметра ширина полоски Плюс еще небольшой запасик Пусть будет сантиметров 5 Ну, вот у меня даже О, с запасиком вырезала 7 даже Получается Напишется Вспоминается сразу детство Была такая лошадка Кстати, знаете, в чем еще Не подумала Недостаток Смотрите Все Гриву-то сделала на эту сторону Вроде как Это передняя часть лошадки И швы Сюда же вывела Нужно было посмотреть на швы Вот они Посмотрите, с этой стороны лошадки Если это ее лицевая сторона Все швы ушли туда Так что, по идее Грива Хорошо бы, чтобы была на эту сторону Вот это должна быть лицевая Видите, в чем разница Все припуски обычно уводятся Назад от зрителя Чтобы срезы на него не смотрели Вот Имейте это в виду Сама сделала неправильно Но зато Дала ценный совет Ольга, сашвом беда Буду переделывать Так, ну Швы у нас получается В передней части Мы его почти прикрыли Спина тоже у нас почти закрыта Грива перекрыла всю ноту Получается задняя часть ноги открыта Животик И передняя часть С внутренней частью Нужно повозюкаться Людмила пишет Ухи прикольные Так, скрутили ролик Сейчас он пусть подсохнет Так, пока подсыхает Нам вот что нужно сделать Нам нужно сделать отверстие Причем такое Приличное отверстие Так, мне мало Диаметра этого ролика Сейчас расскажу Мысль Значит, нам Примерно на Ну пусть будет на сантиметр От края Нужно проделать дырку Сейчас я проделываю Отверткой Но нужно было взять еще потолще Прямо отверточку Наверное Хотя Она и так должна будет кататься Ну, только будет кататься Не очень хорошо Потому что здесь у нас Сила трения с вами Такая Афом, да И, вернее, картон Афольбой получается У той спицы Которую мы вставляем Я, по идее Хотела ставить еще трубочку Куда даете Только что перед глазами была Трубочку из-под коктейлей У меня есть маленькие трубочки Которыми питается Мой малыш Из-под молока Тоненькие такие Я ее держала Вот в этой Подставке для зубочисток Она, правда, прозрачная Может где-то лежит Перед глазами А я ее Вынула оттуда Когда зубочистку вынимала Я не вижу теперь Все, пропала В общем, по идее Эти пластиковые трубочки Нужно сделать дырку такую Чтобы туда пластиковую трубочку Можно было вставить То есть Одеть трубочку на Шпажку Которую будете втыкать На которой будут крутиться колеса Тогда Вот это соединение Вот это трение Оно будет гораздо меньше Потому что Крутиться будет И упираться Наша шпажка В пластик Причем Этот пластик Будет потолще По диаметру Хотя трубочку Я беру и тоненькую Что-то делось Чуть-чуть потолще Чем шпажка Она получается Но все равно Здесь мы Сейчас у меня плотно Она сидит Получается, что колеса Малыш будет двигать И она с трудом Будет ходить Нужно будет ее прижимать В трубочке Она будет ходить Более свободно Поэтому дырку Нужно сделать Конечно же По размеру Этой трубочки Ее расковырять можно Либо ножницами Но это будет Не очень аккуратно Лучше взять Потолще Отвертку Ее расковырять И потом Ставить туда Кусочек трубочки И обрезать С двух сторон И потом уже Вставлять в него шпажку Как можно Нисходя с места Потерять Ну что, вот так Вот она Пока все время Подсекает Совсем У нас Сделаю хотя бы Одно колесо Правильно Так, трубочка стоит Подклеить Если, то только Аккуратно Вообще лучше Наверное С секундным клеем Чтобы трубочка Точно не расплавилась Во-первых Во-вторых Чтобы здесь Следов видно бы не было Ну сильно их потом Не будет видно Можно, если что Акриловой краской Закрасить Эти белые следы От клея Ну, по-хорошему Ее нужно зафиксировать Там, чтобы она Не двинулась Колеса еще здесь Конечно Перекроют Вот, теперь она будет Легко крутиться Видите Можно палочку От воздушных шаров Да Единственное Она там толстовата Вот эта трубочка Посмотрите Она тонюсенькая Это из-под соков Из-под молока То, что тут Прилепляют На эти маленькие пакетики Но она меньше 5 миллиметров Диаметром Она хорошо Либо можно шпажку потолще Ну, кстати Зубочистка тоньше Шпажка потолще И тоже Свободно крутится Ну, подберите Можно, конечно Вот эту ось Сделать хоть Толщиной с карандаш С кисточку С толстую палочку Если есть трубочка Большая Они тоже есть Такие толстенькие То подберите Шпажку внутрь Такую Чтобы она Подслащение Подходила Придумайте Из чего Можно еще сделать Что она Такой Толстенькая Вот Ну В нашем случае Зубочистки Так, давайте Колеса вставлять Так, значит Почему я боялась За диаметр Значит, диаметр Нужно проверить Потому что Вот я вставляю Да, смотрите Чуть-чуть Буквально Пару миллиметров Видите Только у меня Выступает колесо Колесо нужно сделать Больше Поэтому я еще Накручу Толстенькая 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 нужно когда-то достанет но пока сделаю вторую ногу тогда слишком близко краю конечно не надо продрявливать и как раз здесь у нас то что мы три слоя картона сделали да если их будет там больше то как раз еще жестче будет это крепление и хорошо мягкого сделать ногу просто из фольги на мой взгляд нельзя будет она ну как будет будет наверняка это шпажка проваливаться до сюда хотя сильного здесь тоже не будет никакого давления что-то малыш будет играть ее катать вот ну все равно что каркас не подмялся лучше картон все-таки использовать и переплетный картон вообще будет идеально да то есть вас никогда центральная часть этой оси точно не сместится он же жесткий переплетный что ж такое ты делаю делаю дырочку красивая какая дырочка что тебе тут нужно мысли договорились так эти следы от клея можно еще детальку кругленькую сверху приклеить закрыть можно просто на самом деле от первой краской покрасить похожего цвета коричневого подобрать покрасить копыта и белого этого цвета клея видно не будет так нарезаем колеса конечно вот этот край будет мешаться вернее сильно он мешаться не будет но он будет виден да поэтому если он толстый лучше угол края хотя бы спилить ну и дальше нарезаем как колбаску вот эти следы которые остаются от ножа когда вы отпиливаете они во первых феном убираются на феном конечно опасно чтобы не перегреть чтобы они бы не расклеились а можно потом взять какой-нибудь цветочек посередке приклеить можно эти колеса делать многослойные внутри одного цвета с внешней стороны обод другой можно еще один обод наклеить то есть можно фантазировать по дизайну колес вот ну а нам нужно будет проткнуть колесико насквозь и чтобы с этой стороны плотненько колесико села мы его заливаем клеем а сверху потом добавляете какой-нибудь вот цветочек кружочек и залепляете центральную часть я этого сделать уже не уже не успею так можно даже просто здесь капельку клея налить дать ей высохнуть и потом ее раскрасить и все можно бусинку на это место полу бусинку ольга что у вас там пропала лишнего мотанула это про свою лошадку или про видео видео вроде бы идет так не успевает остыть горячий клей время совсем поджимает меня тык 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 чуть-чуть мимо центра промахнулась но уже не переделываю все заклепала колесики тынь-тынь-тынь-тынь лошадка ездит прекрасно я люблю свою лошадку а про трубочку то что трубочка пропала она прозрачная она лежит там себе и специально перед мастер-классом поставил эту зубочистницу думаю буду делать колеса и как раз ее найду зубочистка понадобилась чуть раньше не дала клею высохнуть все таки все не успевает дать ему остыть заклепки будут пока болтаться все дальше украшаем сразу украшиваем делаем посложнее конечно седло делаем однозначно нужно либо те съемочку либо еще что-то колесики можно тоже делать самые разноцветные но если просто малышу поиграть тоже все вперед можно катать лошадку только нужно знать только что мне они вот сейчас встала а нет не стала смотрите я ось прорезала дырочку немножко под наклоном у меня мало того что они высохли у меня одно колесо вот это выше получается не стоит на поверхности ну малышу конечно достаточно но а так лошадка чуть-чуть неустойчиво без передней части сделала хорошо а в задней немножко хочется этому колесику приподняться ну вот по длине сделаю сейчас еще хвост но уже самостоятельно мы посмотрим раскрашу лимит яблочки добавляйте в общем дальше уже фантазируйте мне кажется таких можно на лошадок понаделать для мальчишек будет прикольно особенно для маленьких сейчас я камеру перекладываю вот она я вот что-то получилось ну вот единственное со швом только ошиблась либо с швом либо с гривой нужно сделать все наоборот вот можно посадить кого-нибудь на лошадку и покатать функциональный развал схождения надо наладить ну да отрегулировать смотрите немножко приподнято колесом когда она стоит ровно на лошадка из детства но когда берешь выкройки по какой-то конкрет по какому-то образу который переводишь даже если нарушаешь тут же много правил нарушено мы же не сделали прям ту лошадку как которая была на рисунке но та-то совсем была из советского детства вот но все равно вот эти пропорции они больше напоминают настоящую лошадь и правильно говорите что напоминает детство потому что пропорции у нее верные галина покажи собачку ну это сейчас не на продажу это потому что девочки просит показать то что можно из фома делать вот такая вот собачка ну вот у тойчика у меня голова вправо влево крутится а у этой придумала как сделать так чтобы голова качалась но я правда рассчитывала что она будет держаться наклонила она держится но приподнимается но я покажу ее еще попозже это так для баловства символы года он сделаю еще презентацию и покажу вам ее подробнее а сегодня для тех кого у кого первый опыт работы с фомом и кто не боится сложных вещей я покажу нашу большую композицию алису и пуделя делали мы эту композицию на закрытом мастер-классе это вот такой светильник фонарь большой большая композиция и кукла размером 50 сантиметров она снимается с лавочки пуделя я не не приклеивала к лавочке потому что у меня малыш все время им играет по сути это два разных разных мастер-класса мы делали пуделя отдельно мы делали алису отдельно у нее и фигурная личика и голова то же крутящиеся нужно переходить все-таки на таких более подвижных кукол постепенно так что мы их фом эти механизмы тоже потихонечку внедряем красивое у нее платье фигурные ножки фигурные ручки большая красотка можно ее снимать с лавочки можно играть отдельно можно украшать не только вот такую композицию с фонарем по-разному можно совершенно использовать такую куклу долгое время она у меня просто сидела на лавочке украшала дом у меня была другая похожая куколка это уже мы делали вместе на мастер-классе и здесь я уже буду показывать как выпиливать как рисовать глаза постараюсь поближе показать на будет проще на фотографии потому что со всеми тенями со всеми подробностями как рисовать или реалистичные ресницы как сделать и блики себе как расположить все все расскажу и такая у нее прическа не сложная в принципе и вся кукла то не сложная и я покажу новый способ как можно делать такие фигурные руки то что делали бразильцы и склеивали по-разному тоже про эти способы расскажу и покажу свой способ возможно он понравится больше потому что на мой взгляд он полегче для склеивания вот таких фигурных деталей как ручки и ножки не нужно их набивать потом не нужно наращивать целлюлитик я долго мучилась сначала с первыми куклами как раз по этому поводу и потом придумала как это делать можно по-другому мастер-классе все покажу к ней мы делали еще вот такого пуделечка классный у него открытый рот он вот это совсем реалистичная собачка и по пропорциям реалистичная и в мелочах потому что и и зубки у нас и язычок и в общем нужно только только внимательно смотреть на схему обязательно все время повторяю чтобы повторить те пропорции которые я не сама выдумываю не сама делаю выкройки я перерисовываю состоящих фотографий поэтому те пропорции которые есть их нужно постараться сохранить если вы хотите сделать реалистичное какое-нибудь в данном случае животное вместе их можно составить это будет общая композиция пуделя конечно же можно прикрепить можно его тоже сделать на магниты как алису чтобы они вместе сидели вот ну а можно его отдельно можно с ним потом это же символ года все-таки можно много таких пуделей понаделать для того чтобы украшать сувениры новогодние и с мешком подарков сделать его для елочки ну и алису можно сделать снегурочкой прикрепить и корону платье уже практически готово так что если готовится к новому году заранее тоже точно пара вот ну а так это большая интерьерная композиция и благодаря тому что это все-таки светильник мало того что это добавляет стоимость потому что ценность такого подарка в глазах потребителей которые покупают если вы делаете готовые работы да и делаете их для покупателей они могут таким светильником украшать интерьер они могут купить его в подарок ребенку на день рождения у меня просто он стоит у девчонок в комнате и уже и малыш подбегает все время эту собачку серебит и девчонки свет включает смотрится очень романтично интересно так что мне кажется что это гораздо интереснее чем делать просто куколок потому что ну просто куколку просто посадите а светильником вы будете украшать комнату плюс это полезный подарок это полноценный уже подарок который который в принципе можно подарить и к нему уже больше ничего не нужно и будет обеспечен восторг и это я имею ввиду не только для того чтобы сами дарили да тем людям которые предлагают они чаще всего тоже покупают на подарок кому-то не себя любимых побаловать а кому-то подарить так что на день рождения особенно если деткам а если эту алису наде нарядить какие-то конкретные костюмы можно и шашку они сделать можно и какую-нибудь профессию придумать то есть можно по поводу подарить начальнику начальнице подумайте сам принцип очень интересный вырезать лица выпиливать тоже обязательно нужно учиться потому что это гораздо красивее такие куклы чем простые куколки с ровными личиками по большому счету сложного ничего нет ну рукам нужно учиться это да и ребенка с полочки и малыша скажите быстренько покажу елок львенок с низ полочки львеночек рядом у нас львенок и черепашка это тоже все можно делать все все из фома поэтому для тех кто думает что можно делать только простые самые вещички нет нет и нет все что угодно можно из фома творить а еще не все открыто ну самое последнее вот такое у меня чудо которое я очень люблю вот ну сегодня у нас мастер-класс для тех кто еще не в нашем дружном уже коллективе и для тех кто впервые попал на на мой мастер-класс или просто видел игрушки из фома вот этот мастер-класс с алисой и с пуделем которые практически два мастер-класса можно приобрести в комплекте можно приобрести в комплекте со входом с входом в закрытую группу предложение сейчас на чатам уже наверняка висит в закрытой группе я складываю абсолютно все бесплатные мастер-классы которые провожу вот такие же как провожу сегодня так что там больше более 70 уже разных сувенирчиков по мелочам ну и самое главное у вас там будет скидка на все мастер-классы сейчас вы можете приобрести его на конференции и заодно зайти в закрытую группу и потом вы сможете все мастер-классы получать по более выгодным ценам вот ну по всем условиям которые еще можно будет потом дальше в клубы какие войти это все уже в закрытой группе все потом узнаете вот ну а девочки вот так говорите пау супер как будто вы у меня не видели мне конечно приятно но я же уже выкладывала ангелочка и всех этих на малышей и всех этих куколок вы то уже точно их не первый раз видите вот я сейчас это больше показываю рассказываю тем кто еще ничего этого не знал и не видел вот ну что же я не очень мне очень приятно что вам понравилось по поводу мастер-класса этой лошадки конечно это после того все всего того что я показала это просто что то такое простенькое ну вот малышу как раз играть будет интересненько я сейчас с вами прощаюсь потому что нужно площадку освобождать мы с вами еще наговоримся и наболтаемся пишите у кого есть вопросы кому ссылки какие-нибудь нужны я потом все отправлю все напишу и со всеми с вами еще встретимся все я желаю вам приятного творчества девочки и прощаюсь спасибо большое татьяна за интересный мастер-класс прям окунули в мир детства с этой лошадкой сразу действительно попадаешь в детство девочки я попрошу не расходиться и сейчас включу экран покажу предложение татьяны еще на экране сразу поставьте пожалуйста плюсики экран загрузился сейчас мы все видели в реальном в режиме реального времени алису и уделяда да мы посмотрим еще раз на фотографиях но в реальном времени конечно интереснее видеть смотреть замечательная композиция действительно замечательный подарок для девочки я считаю что мне это вообще будет очень интересно и познавательно своего рода да вот такая алиса светильничек и пудель композицию мы видим на фотографиях вот так можно приобрести такой комплект мастер-классов из двух мастер-классов по цене две тысячи триста пятьдесят рублей я считаю что это очень дешево для двух мастер-классов из комплекта вы узнаете как делать фигурное лицо как выпиливается подбородок носик как сделать глазки как сделать правильные пропорции лица все это что сейчас нам татьяна рассказывал все это было знаете в двух мастер-классах также предлагается можно купить отдельно запись закрытого мастер-класса алиса это тот же мастер-класс только он здесь идет без пуделя сюда не входит пудель в этот мастер-класс здесь только алиса со светильником отдельно можно приобрести мастер-класс пудель здесь соответственно идет только пудель без алисы и без светильника лучше всего приобретать полный комплект мастер-класс также можно приобрести вход закрытую группу вконтакте где очень много мастер-классов сейчас татьяна нам сказали что более 70 мне почему-то показалось все больше очень много мастер-классов и преимущество того что все записи всех мастер-классов открытых выкладываются в эту группу на плюс пополняется еще какими-то мастер-классами и скидка на платные мастер-классы 50 процентов для участников группы также есть накопительная личная скидка 20 процентов и самое интересное предложение на сегодняшний день я считаю что это набор из двух мастер-классов пудель и алиса плюс ход закрытую группу здесь вы экономите сразу 50 рублей 50 процентов приобретая данный комплект вы получаете и доступ в группу и два мастер-класса сразу это самое замечательное предложение на сегодняшний день я считаю и нельзя его упустить и пройти мимо а стоимость данного предложения всего 3000 рублей давайте посмотрим если отдельно мы покупаем один мастер-класс или доступ группу это полторы тысячи тысячи триста рублей а здесь за три тысячи получаете два мастер-класса и вход в группу где множество мастер-классов давайте посмотрим как оформляется заказ нажимаем на кнопочку заказать у нас открывается дополнительное окно здесь в первой графе мы пишем свое имя во второй графе мы пишем свой электронный адрес затем номер мобильного телефона и нажимаем подтвердить заказ когда мы нажимаем подтвердить заказ мы переходим и страницу оплаты здесь мы видим номер нашего заказа что мы заказали набор из двух матер-классов плюс вход в закрытую группу вконтакте то есть три тысячи рублей и того три тысячи рублей выбираем удобный способ оплаты это какой вам удобно paypal единый кошелек виза карта сбербанк евросеть яндекс деньги банковский перевод давайте посмотрим на примере сбербанка когда вы нажимаете сбербанк здесь открывается анкета с реквизитами у нас открыл номер счета и здесь надо войти в систему а я уже по новому для меня это понять не надо нажимаем статус платежа и переходим к оплате также можно оплатить здесь выводите номер карты вводим номер карты срок действия и тоже нажимаем далее тут же видим итоговую сумму назначения платежа и в принципе также все проходит по всем платежным системам просто оплачиваете той платежной системой который вам удобно приобрести на приобретать набор из двух мастер-классов плюс вход закрытую группу это очень замечательное предложение очень выгодное приобретая этот комплект вы экономите 50 процентов сейчас я попрошу всех не расходиться можете нам пару минут отойти взять чашечку чая инструменты и будем продолжать наш творческий вечер буквально пару минут не расходимся сейчас подключится к нам все планы и будем продолжать